Приветствую всех дорогие друзья. Сегодня в выпуске я расскажу вам про новые подробности о видеокартах RX 6000, о новых тестах процессора Apple M1 и дефиците на консоль Xbox Series X. Обо всем этом и о многом другом вы узнаете в этом видео. Но перед тем как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И с вашего позволения я начну с зеленого лагеря. Буквально вчера я рассказывал про новую архитектуру красных под названием Compute DNA. Сегодня же зеленые моментально ответили на новый ускоритель для искусственного интеллекта. В рамках конференции Supercomputing 2020 состоялся дебют новой версии Nvidia A100, нарастившей объем и пропускную способность памяти. Сами же зеленые с гордостью называют устройство самым мощным в мире GPU для вычислений, связанных с искусственным интеллектом. Обновленная версия получила 80 Гб памяти HBM2e с рекордной пропускной способностью 2 Тбайт в секунду. А сам графический процессор A100 не претерпел изменений и в его распоряжении также имеется 6912 ядер CUDA. Встретить обновленный Nvidia A100 можно будет в системе DJX Station A100, которая является первым в мире петафлопсным сервером для задач искусственного интеллекта и обработки данных. А вот уже в эту пятницу состоится релиз новых видеокарт от MSI под названием Supreme. Эти видеокарты займут роль флагманских ускорителей Ampere в ассортименте MSI и предложат массивную систему охлаждения вместе с отличным заводским разгоном. В модели RTX 3080 кристалл догнали до стабильных 1905 МГц, прямо как в модели от Asus. При этом потребление стало 370 Вт. Но это еще немного по сравнению с 3090, которая потребляет 420 Вт и имеет частоту 1860 МГц из коробки. Тем временем для любителей Call of Duty выпустили очень стильные накопители, которые прозрачно намекают на огромные размеры последних частей. Ими стали устройства от Western Digital линейки WD Black, которая пополнилась внешним жестким диском, внешним SSD и обычным накопителем M.2. И давайте посмотрим на очень интересные новости из красного лагеря. В преддверии выхода видеокарт RX 6800 и 6800 XT компания AMD продемонстрировала технодемку Hangar 21, в которой отчетливо демонстрируется трассировка лучей. Однако в ролике демонстрируется геймплей на видеокарте RX 6900 XT, которая выйдет 8 декабря, а не сегодня. Также они поделились количеством кадров в играх с включенной трассировкой лучей. Испытание проводилось в разрешении Quad HD с ультра настройками графики. Процессором служил 5900X в паре 16 Гбайтами DDR4-3200. Если сравнивать эти результаты с зелеными, то можно увидеть, что в голой трассировке RX 6800 XT проигрывает прямому конкуренту. Например 67 кадров Metro Exodus против 70 кадров у RTX 2080Ti. Но уже реальные тесты конечно покажут, насколько производительные будут лучи в новых картах AMD. А пока давайте разберемся с AMD Smart Access Memory, про которую нам кое что не упомянули. На презентации нам рассказали, что связка RX 6000 и Ryzen 5000 могут дать небольшой прирост. И это очень странно, ведь AMD традиционно выступала за открытые технологии. А с анонсом RDNA 2 заявила, что Smart Access Memory будет работать только с ее новейшим процессором Ryzen 5000. В результате Nvidia, которую обычно осуждают за скрытость, стала оплотом открытых стандартов и пообещала представить аналогичную технологию для своих видеокарт, работающих с любыми процессорами. Оказалось же, что AMD пока просто собирается ограничиться поддержкой и обкаткой технологии на связке процессоров Ryzen 5000 и RX 6000. А технология на самом деле использует изменения размера бар, стандартной возможности PCI Express. И именно поэтому она может работать и на другом оборудовании. Тем временем компания ASRock представила видеокарты RX 6800 в продуктовых линейках Tai Chi, Phantom Gaming и Challenger. Флагманская видеокарта RX 6800 XT Tai Chi XOC использует систему охлаждения Tai Chi 3X с тремя вентиляторами и адресуемой подсветкой Polychrome Sync на фронтальной, боковой и задней части. В видеокартах среднего уровня Phantom Gaming D OC используется эффективная система охлаждения Phantom Gaming 3X с тремя вентиляторами, а элементы подсветки Polychrome Sync охватывают центральный пропеллер и боковую часть кожуха. А самой доступной картой является RX 6800 Challenger Pro OC. Она оборудована кулером с тремя вентиляторами и боковой панелью с поддержкой Polychrome Sync. Тем временем PowerColor наконец-то показала, как выглядит ее новый графический ускоритель RX 6800 XT в исполнении Red Devil Limited Edition. Такая новинка будет оснащена интересной системой подсветки, имитирующей течение раскаленной лавы за счет специальных вставок в тыльной части, а также прорезей в кожухе системы охлаждения. Но пока не понятно, имеет ли видеокарта разные цветовые варианты подсветки или же ограничена только таким решением. А вот издания Videocarts собрали актуальную информацию про дефицит новых видеокарт AMD. Они уведомили, что у одной из крупнейших американских сетей Micro Center видеокарты будут продаваться в количестве не более одной штуки на одни руки. При этом онлайн-продаж новинок вообще не предусмотрено. А у швейцарского онлайн-магазина Digitec аналогичная ситуация. Сообщается, что продавец получил очень ограниченное число видеокарт, поэтому ожидает, что их запасы будут раскуплены практически мгновенно. А по словам сотрудника популярного британского магазина Overclockers United Kingdom, у него в запасе будет более 35 видеокарт каждой модели, что очень мало. Судя по всему ситуация будет схожая с видеокартами Ampere. Сама же AMD наконец-то рассказала, когда выйдут серверные процессоры под кодовым названием Milan. В ходе презентации на Supercomputing 2020 они сообщили, что процессоры появятся в следующем квартале, однако уже до конца года они их поставят некоторым серверным гигантам для так сказать теста. Тем временем, компания HyperX представила новые планки оперативной памяти DDR4. Ими стала уже знакомая линейка Fury с RGB подсветкой. Компания предложит планки вплоть до 3600 МГц в различных китах с объемом до 64 ГБ. А вот яблочный кристалл Apple M1 наконец-то засветился в более приближённом к ПК бенчмарке. Один из пользователей Twitter опубликовал фотографию с результатами тестирования MacBook Pro 13 на восьмиядерном Apple M1 в новой версии Cinebench R23. Работая с частотой до 3,1 ГГц, в однопоточном тесте чип набрал 1498 баллов, а в многопоточном 7508. Эти результаты уже выглядят более реалистично и в многопотоке процессор Apple сравним с шестиядерным i7-10850H. В однопотоке он также превосходит флагман Intel в лице 10900K, но вот до нового райзена всё таки не дотягивается. Но даже при таких показателях процессор Apple является очень интересным изобретением. Ведь для ноутбука этой производительности более чем достаточно, учитывая потребление в 10 Вт. Также был протестирован и SSD в новом MacBook с процессором Apple M1. Согласно тестам новый SSD в два раза быстрее чем в прошлых моделях. Он имеет скорость чтения в почти 2700 Мбайт и запись на уровне 2200. Но вот с программами под ARM до сих пор есть проблемы. Однако Adobe уже выпустила бета-версию своего фотошопа, которая способна работать как на Windows, так и на Mac, которые используют процессоры с архитектурой ARM. Если так пойдёт и дальше и большая часть основных программ предложат свои версии для ARM, то переход большинства ноутбуков на ARM уже не будет какой-то фантазией. Ну и в конце видео хочется торжественно заявить, что вторая половина 2020 года запомнится в истории тотальной нехваткой железных новинок, включая видеокарты RTX 3000 и RX 6000, процессоры Ryzen 5000 и игровые приставки Xbox Series и PlayStation 5. На днях финансовый директор Xbox подтвердил, что найти Xbox Series X или Xbox Series S в магазинах до конца года будет практически невозможно. А ситуация может продлиться до середины весны 2021 года, пока не будет восстановлен баланс между спросом и предложением. И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья.